Здравствуйте дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Это видеосылка. Видеосылка это значит, что под этим видео в описании есть ссылка на данную статью. В этой статье я собрал записи за последнее время, где люди школы написали сайты, поменяли профессию. Собрал рекомендации на тему, как войти в язык, как правильно изучать джанго. Рассказал о методиках, как начать изучать несколько языков. В школе реально есть ребята, которые в принципе пришли с самого нуля, 5 месяцев уже пишут на Kotlin, на Python. То есть у них открывается перспектива делать и веб-приложения, и мобильные приложения, в общем все что угодно делать. Я это делал ребят по просьбе, просто ребята, ну мне часто пишут письма вообще, раньше как-то мало писали, вы знаете. Вот, сейчас начали чаще писать. И вот что удивительно, школа работает с 2013 года, но работает в постоянном режиме. То есть вы получаете пожизненный доступ и учитесь в свое время, да. Но дело не в этом. Все-таки, наверное, когда вот не ожидаешь, там, вот ждешь, вот чтоб кто-то написал там, да. То есть благодарности люди писали всегда. Но вот коренные какие-то вещи, вот начали в 2017 году. Это спустя несколько лет, когда люди начали писать уже вещи более такие значимые. Это, например, поменял работу, взяли в банк. Или там переделал сайт, создал сайт. И как раз, наверное, именно это произошло к тому времени, когда совершенно поменялся стиль работы в школе. То есть стало понятно после 8 лет вот программирования, как дать человеку два языка. В общем, здесь почитаете статьи. Само собой, эти статьи там вас выведут на новые статьи. То есть я постарался собрать наиболее, как это, часто задаваемые вопросы. То есть какие люди задают вопросы. Новички задают, как стать программистом. Ребят, выбросьте, пожалуйста, с головы, что у вас может не получиться. Такого не бывает. По одной простой причине, что программирование, это несложно. Просто нужен процесс. Почитайте, я все рассказал. Рассказал, как правильно изучать джанго, например. Как войти в Python. Рассказал о том, как подготовить многопрофильного программиста. А школа полностью перешла на многопрофильных программистов. Python, Kotlin, Java. В чем секрет? На самом деле, все банально просто. Начали происходить вести, вещи, которых, в общем, я не ожидал. Меня больше всего радует, когда мои уроки помогают людям изменить жизнь. Учиться у нас никто никого не напрягает, но при этом каждый учит свое удобное время. Внизу я дал рекомендации, что и как делать. То есть, как вам поступить. Что непонятно, спрашивайте. Вот фотография моя, я ее редко загружаю. Вот, значит, школа онлайн. Кто-то, кто-то может сказать, вот это реклама. Да, ребят, то называйте, как хотите. Я просто рассказываю, что у меня есть результат. Вот и все. У людей, вот понимаете, даже будем считать так. Вот я для себя, когда начинал, да, я думал, даже если я помогу одному человеку, да, что-то изменить в этой жизни, то это уже не зря. Все-таки, понимаете, должна быть обязательно какая-то моральная сторона. Моральная сторона. И, в принципе, все несколько лет с 2013 года я постоянно пишу уроки, что-то разъясняю. Ну, когда начинают происходить эти вещи, то есть, как бы ты не ожидаешь, а люди говорят, пишут, что там Валерий Иванович, спасибо, меня там взяли в банк. Ну, я дал эти статьи, да. Восемь месяцев работаю, сам изучил Жанго, ваши уроки стали хорошим стартом. Очень много писем вообще за эти годы было. Я понимаю, что по моим урокам начали сотни программировать. Не все пишут именно благодарности, да, вот именно там, что вот сделал то-то, то-то, но в 2017 году что-то вот сдвинулось, да. И то ли я опыта набрался серьезного. В общем, в школе очень многое изменилось. Совсем другие методики, то есть, на сегодняшний день мы пишем уже средний уровень, стараемся писать в социальные сети на Жанго. Именно этому обучаю. Поменялась методика преподавания Python. Допустим, если раньше я мало вообще разговаривал с пользователями, они мне писали, вы же с нами не разговариваете. Сегодня, значит, практически люди в школе получают, то есть, во-первых, домашние задания интерактивные, во-вторых, ну, я направляю людей, мне это нравится, даю задания. То есть, практически человек пожизненно получает, кто будет, то есть, вот в данном случае человек делает, да, и человек с нуля, и пишет на двух языках уже. А вы будете проходить по этим заданиям, то есть, вы тоже будете приобретать опыт. То есть, в данном случае убирается вот этот провал, когда новичок изучил язык, и чтобы начать писать, вот эти задания на это направлены. Ну, в общем, по-разному посмотрите. Ну, все, ребят, ссылка в описании видео для всех, кому интересно. Спасибо за доверие. Спасибо. 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 Спасибо.